Добрый день! Меня зовут Джим Андерсон, и со мной моя жена Лоис. И мы с вами изучаем богословие покоя. Я еще раз повторюсь, Бог радуется, когда мы отдыхаем. Эта глава, и лучше сказать, это занятие называется «Покой. Радость Его Субботы». И что же я имею в виду? По этой теме я написал книгу. Книга называется «Ради Бога отдыхайте». И мы понимаем, что отдых, покой, суббота предназначены не только для людей, которые устают на работе. Бог сам находит удовольствие в субботе. И мы должны радоваться тому дару, который дает нам Бог, в субботе, когда мы можем отдыхать. И сам Бог находит радость и удовольствие в субботе. И мы входим в субботу вместе с Ним. Он ждет нас, когда мы присоединимся к Нему для субботнего покоя. «Покой. Радость Его Субботы». И чтобы подвести вас к этой теме, я хотел бы указать некоторые стихи из Библии, которые являются ключевыми, в которых мы вновь и вновь читаем «Суббота Господу». Книга Исход, 16 глава, 23 стих. «И сказал им, вот что сказал Господь, «Завтра покой, святая суббота Господня». Мы уже говорили вам о том, что покой свят. Но этот покой, эта суббота не для нас, это для Господа. Это приношение Ему. Что надо печь, пеките. И что надо варить, варите сегодня. А что останется, отложите и сберегите до утра. Книга Исход, 16 глава, 23 стих. Далее, в 25 стихе, 16 главы, опять мы встречаем эту же фразу. «Ешьте Его сегодня, ибо сегодня суббота Господня». То есть, это ваше приношение Ему, то, что доставит Ему радость. «И сегодня не найдете Его», то есть, имеется в виду манну на поле, «Ибо это седьмой день, день Господу». И затем книга Исход, 20 глава, в обоих текстах, где упоминаются 10 заповедей. Исход, 20 глава, 10 стих. «А день седьмой, суббота, Господу, Богу Твоему. Не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын Твой, ни дочь Твоя, ни раб Твой, ни рабыня Твоя, ни скот Твой, ни пришелец в доме Твоем». И опять, «Суббота Господу» — это приношение Ему. Именно поэтому я назвал книгу «Ради Бога отдыхайте». Потому что я обнаружил, что те книги, которые написаны о субботе, написаны ради человека. О том, что Бог дает человеку субботу, и это правда. Бог дает субботу, но не только для нашего блага, но и для того, чтобы Бог находил в этом удовольствие. Ибо Он ждет этого времени с нами. Давайте обратим внимание на нужды человека. Когда я учился в колледже, то изучал предмет психологии. И мы изучали пирамиду потребностей человека, пирамиду Маслоу. Этот психолог выстроил иерархию потребностей человека. Это физиологические потребности, потребности безопасности, потребности в любви, в дружбе. И в этой пирамиде все эти потребности упомянуты. Когнитивные, эстетические потребности. Мы не будем определять все эти категории, но вы можете получить представление. У меня, как у человека, очень много разных потребностей. И как же мне достичь удовлетворения всех моих потребностей? И я могу всю жизнь провести в том, чтобы сбираться по этой пирамиде потребностей на самый верх, чтобы добиться того, что все мои потребности будут удовлетворены. Удовлетворив одну свою нужду, я обнаруживаю, что есть другая. И я обнаружил, что я могу всю жизнь пытаться удовлетворить свои потребности, но они так и останутся неудовлетворенными. Если я не найду удовлетворения в Боге, о чем я говорил на предыдущей лекции, и о чем я буду говорить вновь и вновь в этом курсе. Но если я фокусируюсь только лишь на моих потребностях, то я уже не смогу ни о чем больше думать, потому что всегда будут находиться новые и новые потребности. Поев один раз, я вскоре захочу поесть снова, потому что мне будет этого хотеться, и так далее, и далее. Я думаю, вы понимаете, о чем идет речь. Если мы зацикливаемся на своих нуждах, то нуждам не будет конца. Итак, сосредоточенность на нуждах человека. Проблема заключается в том, что обращение к одной человеческой потребности неизбежно приводит к возникновению другой на уровне тела, души или разума, также требующей удовлетворения. В итоге получается, что всю оставшуюся жизнь мы только и делаем, что сбираемся по пирамиде потребностей, оставаясь зацикленными исключительно на себе. И мы становимся эгоистами, думающими только о своих нуждах. Никто не спорит, насколько важны для нас потребности в еде, в одежде, в доме, но также и верно то, что конца этим нуждам не будет. Но когда мы в первую очередь стремимся угодить Богу, Он начинает во множестве восполнять наши насущные нужды, и другие потребности подчас отпадают сами собой. Когда мы стремимся в первую очередь исполнить Его волю, помня о том, что Он обещал заботиться о нас, то нужды наши уже не так волнуют нас. Да, нам все еще нужно спать, нужно есть. Есть основные потребности человека, но Бог обещал заботиться о нас. Поэтому мы не должны быть всецело поглощены собственными нуждами. Покой — это Божий дар человеку. Об этом мы читаем во всем Писании, как в Ветхом Завете, так и в Новом Завете. Я вновь попрошу Лоис прочесть те тексты Писания, которые говорят о том, что Бог даровал нам покой. Я прочитаю вам семь текстов из Ветхого и Нового Завета. Исход 16, 29, 30. Смотрите, Господь дал вам субботу, посему Он и дает в шестой день хлеба на два дня. Оставайтесь каждый у себя, никто не выходя от места своего в седьмой день. И покоился народ в седьмой день. И затем Исход 33, 14. Господь сказал, «Сам я пойду и введу тебя в покой». Третье царство, 8, 56. Благословен Господь, который дал покой народу своему Израилю, как говорил, не осталось неисполненным ни одного слова из всех благих слов Его, которые Он изрек через рыба Своего Моисея. Второе, Паралипоминон, 20, 30. «И спокойно стало царство Иосафатова, и дал Ему Бог его покой со всех сторон». Псалом 126, 2. «Напрасно вы рано встаете, поздно просиживаете, едите хлеб печали, тогда как возлюбленному своему Он дает сон». Исайя 63, 14. «Как стадо сходит в долину, Дух Господень вел их к покою. Так вел ты народ твой, чтобы сделать себе славное имя». И еще один текст из Нового Завета. Марка 2, 27, 28. «И сказал им, суббота для человека, а не человек для субботы. Посему Сын Человеческий есть Господин и субботы». Из всех этих текстов вы можете очень четко видеть, что Бог дарует покой человеку в виде дня, седьмого дня, и, как мы видим позже, это может быть и первый день. Бог создает ритм, когда труд сменяется отдыхом. Бог дарует покой человеку. «И не отказывайтесь от того дара, который Бог приготовил для нас». И когда мы научимся находить радость в отдыхе и осознаем, что это нам во благо, и, как мы уже говорили ранее и на перерыве, не будем испытывать чувство вины за это, ибо лично я в течение многих лет чувствовал себя виноватым, когда отдыхал. Я всегда думал о том, что бы я мог и должен был сделать за это время. Всегда можно сделать больше. Точно так же, как мама никогда не переделает всех своих дел, так и я, будучи пастором, чувствовал, что я всегда мог бы сделать больше, мог бы еще кого-нибудь посетить, мог бы еще улучшить свою проповедь, мог бы еще какое дело сделать, позвонить кому-то, убедиться в том, что все запланированное пройдет по расписанию. Пастору всех дел никогда не переделать. Точно так же, матерь, у кого много детей, никогда не переделать всех дел. Если не приучим себя к отдыху, то чувство вины будет оставаться в нас. Но Бог не хочет, чтобы мы испытывали чувство вины, когда, наконец, находим время, чтобы отдохнуть. Он не хочет, чтобы мы трудились и чувствовали вины, или чтобы отдыхали и чувствовали вины. Чувство вины — это нездоровая мотивация в жизни. Если мы согрешили, то приходим со своим грехом перед Богом, и Он прощает нас. Но очень часто есть ложное чувство вины. Когда Бог ожидает, чтобы мы радовались и отдыхали, мы обкрадываем самих себя из чувства вины. Сатана играет на этом чувстве вины, а порой кто-то в церкви или в нашей семье играет на этом чувстве, чтобы принудить нас что-то сделать. Кто-то не может отдохнуть, потому что другой человек работает. Вы понимаете, о чем я. Если ваш друг работает, как вы можете отдыхать в стороне? Вы должны помогать друг другу, но мы должны помнить, что Бог дарует покой как дар. Я повторяюсь, но мы должны слышать это вновь и вновь. Бог дарует нам покой. И Он говорит об этом в Своем слове вновь и вновь, пока, наконец, мы не осознаем, что Бог хочет, чтобы мы приняли этот дар с радостью. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Ищите нас в поисковых системах по запросу tvseminary.com Продолжение следует...